доброе утро дорогие друзья вот сегодня фейсбук подключил вначале а вот твои кро в телеграме сейчас подключаю захожу подключая у нас уже 3099 подписчиков канала и вот сейчас будет три тысячи сотый подписчик поделитесь тем то есть чтобы кто-то из ваших друзей стал этим сотым три тысячи сотым подписчикам это же классно быть три тысячи сотым подписчикам поделиться словами торы я вам сейчас сегодня расскажу почему именно очень важно делиться до почему очень важно делиться словами торы потому что я вам скажу потому что есть потока утром я учил в талмуде рассказывается история как пришел рабе у да на си рабе у да на си он был главный вообще главный мудрец и он значит Б. Глава Б. Ху. К. Тай. Сейчас я пишу название нашего сегодняшнего урока. Глава Б. Ху. К. Тай. И Мишлей. Одиннадцатая. Глава. Все. Начать запись. Начать запись. И в телеграме мы тоже как раз подключились. Начали запись. Все, друзья. Итак, значит, пока коротко все собираются, скажу вам одну тайну, которую сегодня я выучил. Я и раньше ее знал, но сегодня вот как раз я еще раз ее прочитал в Талмуде. Значит, Раби Уданаси пришел в город, из которого был Раби Шиман-Барюхай, его сын, его внук. И он начал искать внука, да, он там нашел внука. И внук был испорченный чуть-чуть, он уже отошел от Тора, он именно погряз в... Он был очень красивый, и он погряз в вот эти вот разврат, там женщины, все такое. И Раби Уданаси, он его вытащил, он ему помог, он его помог мучить Тору. И дальше Талмуд говорит, что тот, кто обучает сына своего товарища Торе, то он удостаивается того, что попадет в раю, в Ешиву. То есть, что имеется в виду? Что он попадет в место, где будут действительно находиться правенники, царики, люди, которые посвятили жизнь изучению Торы. То есть, очень хорошее место. Почему? Ну, он же учит сына своего товарища Торе, то есть, мера за меру. Ты распространяешь Тору, ты там попадешь в место, в раю, где находятся мудрецы Торы. Теперь, а дальше написано, тот, кто, тот, кто обучает человека, который сын Амарец, это, ну, сын, вот, человек земли, да, такой, ну, вот, раньше это было Амарец, это вообще вот такой прям, из земли вылез такой, из землянки какой-то, дети такой, да, человек земли. Если ты учишь вот такого сына, то есть, берешь вот человека, который далек от Торы, семья далека от Торы, близко они вообще к Торе не имеют никакого отношения к духовности, и ты такого человека обучаешь Торы, то написано об этом, что Бог про таких людей, которые обучают таких людей Торы, говорит, что даже если я поставлю какое-то постановление, то есть, вот так должно быть, да, то есть, в мире как должно так быть. Кто-то болен, у кого-то там детей нет, у кого-то то. А такой человек, который вытащил вот этого сына, земледельца этого, Амарец, да, сына этого невежественного человека, и вытащил, и сделал его мудрецом Торы, так если он вот такого человека что-то скажет, он может отменять мои постановления. И пророк Ирмияу об этом говорил, что Амуци Якар Мизулель, тот, кто вытаскивает драгоценность из мусора, кипитихе, как он скажет, так и будет, да, то есть, как он скажет его род, так и будет. То есть, отсюда мы видим, что, объясняет нам Маршо, что все идет тоже мера за меру. То есть, если ты берешь какого-то злодея, какого-то человека, который вообще находится далекий от, вообще, от духовности, от Всевышнего, и ты его делаешь, помогаешь ему стать святым, присоединяешь его к Торе, ко Всевышнему, помогаешь ему сделать этот выбор, то, так как ты изменил природу мира, то Всевышний дает тебе возможность своей молитвой тоже менять природу мира, которую установил Всевышний. Вот так вот оно работает. Все мера за мером. И как раз об этом сегодняшняя глава Бехукатая. Глава Бехукатая переводится, если, вот первое слово переводится, хук, хуким, это постановление, именно постановление. То есть законы Всевышнего делятся на постановление к зерот, то есть, например, когда родители говорят ребенку, иди спать. Он говорит, почему? Потому что я сказал. А время там пять вечера. Это называется постановление. То есть нету здесь никакого смысла, никакой логики. Или родитель говорит ребенку, значит, все, пора спать, уже 10 вечера, завтра тебе в 8 утра вставать, там в 8 утра быть в школе, вставать тебе в 6 утра, там или в 7 утра. Надо спать 10 вечера. И объяснил почему. То есть и то родитель сказал, иди спать, и это родитель сказал, иди спать. Но если это понятно, почему иди спать, это закон. Это, это межпативное, вы видите, называется, да, то есть это законы. А если сказал вдруг, иди спать, а сколько сейчас время? 5.41. А почему спать? Я сказал. Это постановление. Хутим. Хутим у Всевышнего это его постановление. И именно на постановлениях, на вот таких непонятных законах проверяется любовь к Всевышнему. Любовь, уважение, почитание и вера. Потому что если человек говорит, я верю, что есть Бог, и верю, что Тора от Бога, то тогда я не могу сказать, это я буду соблюдать, это я не буду соблюдать. То есть это Тора. Но если я готов соблюдать только то, что мне удобно, значит моя вера, она именно уже неполная, скажем так. Теперь начинается глава словами. Если вы по моим постановлениям пойдете, и мои заповеди, законы будете соблюдать, и будете их делать. То есть мы видим три как бы стадии. Если вы по постановлениям будете ходить, заповеди будете помнить, Тишмру это помнить, соблюдать, и делать их. То есть одно дело, когда человек говорит, ладно, ну вот он соблюдает заповеди как бы от безысходности. А другое дело, когда он ищет заповеди, он прямо в... Мне повезло видеть, как Равыцкая Зильвер за царь, как он радовался, Зихроноса Зихвераха, когда ему попадалась какая-то заповедь. Особенно если это была тяжелая заповедь. Особенно если это надо было преодолеть свое нежелание ее делать. Он как-то... Его соседом здесь был Рав Рабинович, был такой рыбницкий Рэб. Он был вообще абсолютный совершенно ангел, да, рыбницкий Рэб. Он жил в рыбницах все это время, пока там были фашисты, они не могли его поймать. Он был... Он... Ну, просто, чтобы было понятно, он каждую, например, зима, не зима, он в прорубь окунался в Мику, потому что надо окунаться в Мику. Он был совершенно такой, ну вот, вне этого мира, человек-чудотворец. И он приехал в Израиль, Рыбницкий Рэб, он был соседом Рависка Казильвера, и они по ночам учили Талмуд, потому что днем не было времени. И вот они учили Талмуд по ночам, и как-то вот сказал Рыбницкий Рэб, говорит, вот сейчас у нас тех заповедей, которые мы там соблюдали в советское время, при советской власти, в тюрьме, Равзильвер был в тюрьме, у нас сейчас здесь таких заповедей нет. Почему? Потому что в Пертьевод в конце есть написано, по учению отцов, написано так, Липум Цара Агра. Чем больше страдания, тем больше награда. То есть, все мера за меру. Чем больше ты преодолеваешь сложности, соблюдая заповеди, тем больше цена этой заповеди. То есть, это как со штангой. Чем более тяжелую штангу ты поднимаешь, тем больше усилия надо развивать, и тем больше развивается мышца. Значит, если будете ходить по моим законам, и будете заповеди мои сохранять, и будете их делать, вынатати дишмейхем бейтам, и дам я дожди в срок, и будет давать земля свой урожай, полевые деревья принесут свои плоды, молодьба достигнет сбора винограда. То есть, идет прямо, все будет в материальном мире, все будет идти прямо идеально. Вы будете есть свой хлеб досыта и жить в своей земле в безопасности. То есть, вы же не говорите еврейскому народу, что вся ваша жизнь, безопасность, присутствие в земле Израиля, связаны с соблюдением заповеди. Я дам мир в земле, вынатати шалом бааретс, и будет шалом, мир будет на земле, вы шахафтем, вы эн махрит, и будете в ней находиться, и будете находиться в покое, никто не будет вас тревожить, и даже дитих зверей я устраню из земли, и меч не пройдет по вашей земле, то есть не будет на вас никто нападать. Если все-таки будет какие-то у вас война, стычьте с кем-то, то пятеро будут преследовать сотню, сто из вас будут преследовать десять тысяч, ваши враги будут падать перед вами от меча. Значит, я обращусь к вам, сделаю вас плодовитыми, умножу вас, установлю свой завет с вами, и вы будете есть старые запасы, то есть идет полностью благоденствие в материальном, теперь в духовном. Я поставлю свое святилище среди вас, значит, поставлю я свое святилище, вы на тате мешкани бетухэхэм, значит, поставлю я мешкан, это присутствие свое среди вас, храм будет стоять, в лотигаль на вшеетхэм, и не, Всевышний говорит, не возгнушаюсь я вами. Вы идхалакти бетухэхэм, и буду я ходить среди вас, бетухэхэм, и буду я вам всесильным, буду я вам всесильным, а вы будете мне народом. Я бог всесильный ваш, который вытащил вас из земли египетской, из дома рабства, и разбил я те оковы, которые были на вас, и вышли вы с прямой спиной. И вот это было то, что если будете соблюдать. Теперь, вы им лотиш маули, а если вы не послушаете меня, значит, не послушаете меня, не будете изучать тору. Чтобы соблюдать заповеди и понимать, нужно первое изучать. Но если вы не захотите изучать тору, вы лотасует холь митсвот аэли, и не будете делать эти, все заповеди эти. Вы им бухокатай тимасуй, если вы мои постановления будете пренебрегать, пренебрегать, презирать будете мои постановления, и моими законами уже, теми, что я объяснил, будет пренебрегать ваши души, чтобы не делать эти все заповеди, и если вы нарушите, как бы разрушите союз со мной, так же, так же, и я сделаю это вам, и я на вас наведу смятение, приводящую усталость, и лихорадку, расстраивающую зрение слабостью, и наполняющую ум горем, и вы будете сеять впустую, потому что ваши врага в роде сидят его, я обращу свое лицо против вас, и вы будете поражены перед вашими врагами, ваши ненавистники будут владеть вами, и вы будете бежать, когда никто не преследует вас, а если даже в этот момент вы не послушаетесь меня, то я продолжу наказывать вас в семь раз за ваши грехи, я сломаю гордость вашей мощи, сделаю ваше небо как железо, вашу землю как медь, в общем, идет страшное, страшное проклятие, наказание, дальше идет, вот, а если вопреки всему вы не исправитесь для меня после наказания, и будете ходить со мной лишь случайно, то и я буду ходить с вами случайно, и я снова поражу вас в семь раз за ваши грехи, случайно, если вы скажете, что все, что происходит, это случайно, я еще в семь раз накажу, наведу на вас мстящий меч, там, в общем, мор, руки врага, десять женщин будут печь свой хлеб в одной печи, значит, вы будете есть не насыщаясь, если, несмотря на все это, вы не послушаетесь меня, и будете ходить со мной лишь случайно, то есть будете думать, что это все случайно, то и я буду, значит, тогда уже гнев я пошлю случайно, вообще без, без, как бы, даже, вот просто на всех, и накажу я вас в семь раз за ваши грехи, вы будете есть плод своих сыновей, плод своих дочерей, вы будете есть, то есть не будет ни сыновей, ни дочерей, я сделаю так, что ваши высоты будут разрушены, ваше изображение, в общем, ужас, 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 дальше, смотрите, я приведу страну в запустение, ваши враги, поселившиеся в ней, будут пребывать на ней в запустение, с, значит, когда римляне разрушили храм, в 33 году нашей эры, римляне разрушили храм, или 33, или 70, я не помню, и после этого юристый народ ушел в изгнание, значит, здесь было запустение страшное, вообще земля была, очень-очень была она запущенная, и длилось это до 1900-го примерно года, когда началось постепенно то, что называется Алия, евреи начали возвращаться, постепенно, 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 но, что интересно, когда в 20-м году было окно, что можно было вернуться, в этот момент евреи в мире, они уже увлеклись социализмом, коммунизмом, всякими опять идеологиями, и вернулось, ну, единицы, как только год можно было вернуться, потом закрыли это, и уже было тяжело вернуться, но тоже, если бы все решили вернуться, можно было бы эту ситуацию сломать, но тоже особо никто ехать не хотел, и тогда наступила катастрофа, окончательно это была расплата за грех золотого тельца, и после этого в 48-м году начало избавления возникло государство Израиль с согласием всех народов, то есть все народы собрались ООН тогда и постановились, что тогда это было единственный раз после войны, единственный раз, когда Советский Союз и Америка голосовали вместе за одно решение, это было вместе решение, чтобы возник Израиль в 1948 году, и после этого евреи начали возвращаться уже в Израиль, постоянные войны, то есть вокруг прямо в Ради, миллиард мусульман, которые хотят прям уничтожить Израиль, войны прямо одна за другой, все объединенные армии, вообще чудом, вот тут мы видим, что чудом Всевышний действительно уже решил, что будет здесь евреи вернуться в Израиль, но до этого в Торе было обещано, прям если бы читали, вот эти все коммунисты читали, что я вас рассею среди народов, я прощу меч вслед вам, и ваша земля останется в запустении, ваши города останутся в руинах, тогда земля удовлетворится своими шабатами, все время, пока она будет лежать в запустении, а вы будете пребывать в земле своих врагов. Интересно, что на протяжении, вот, например, 70 лет, это точно, это я знаю, есть подсчет, что 70 лет Вавилонского изгнания, когда был разрушен первый храм, и между тем, как евреи вернулись и построили второй храм, было 70 лет изгнания. Так эти 70 лет точно в то время были летописи, и когда были цари-злодеи, которые не соблюдали седьмой год, год Шмиты, когда земля должна была отдыхать, ровно вот взяли царей, которые были от царя Давида, и все ли это исчисление, царь был праведный, прям, ну, было известно, царь соблюдал законы, значит, и государство соблюдает законы, все идет по царю. Значит, если царь был праведный, соблюдался седьмой год в его правлении. Если царь был и дал поклонник, злодея седьмой год не соблюдался. Так 70 лет, 70 умножить на 7, это 400, получается, 90 лет, правили цари-злодеи, да, 70 умножить на 7, каждый седьмой год. Значит, 490 лет правили цари-злодеи, и 70 лет земля отдыхала. За каждый год, который должны были соблюдать год Шмиты, и не соблюдали. Теперь, значит, ну и так далее. Что же до оставшихся из вас я пошлю робость в их сердца, в земле их врагов? В Галуте 2000 лет евреи были в очень большой робости. Из двух сорванного листа будет обращать их в бедствие. Они будут бежать, как бегут от меча, и они будут падать, и никто не преследует. Они будут спотыкаться друг об друга. Вы затеряетесь среди народов, и земля ваших врагов пожрет вас. А те из вас, которые останутся, будут гнить за свои грехи в земле ваших врагов, и за грехи своих отцов, которые все еще с ними. Они будут гнить, пока они не признаются себе в своих грехах и в грехах своих отцов, которыми они изменяли мне. И в том, что они ходили со мной лишь случайно. В общем, что будет дальше? Давайте закончим хорошим. Вот. Или же, возможно, их бесплодное сердце смирится, и они искупят свою вину. Тогда я вспомню мой завет Яакова, и мой завет Ицхака, и мой завет Аврааму. Я вспомню, и землю я вспомню, и земля оставленная ими удовлетворится своими шаббатами, пока она будет в запустении без них. А они выплатят долг своей вины в согласии с тем, именно потому, что они презрели мои социальные установления, и их душа гнушалась моими законами. Ну, и так далее, и так далее. В общем, вспомню, вспомню я завет свой с ними, значит, потому что я Бог, все еще их Бог. Я вспомню для них завет с теми, кто предшествовал им, которых я вывел из земли Египта на глазах у народов, чтобы быть им Богом. Я Бог. Вот законы социального установления, учения, которые Бог постановил между собой сынами Израиля на горе Синай, дав их в руку Моше. Значит, что отсюда нам становится понятно? Во-первых, давайте посмотрим, что нам становится непонятно. Есть такой вопрос. Вот человек, есть Бог, Бог создатель мира, творец мироздания, Бог это реальность, да, то есть Бог, он создал реальность, Бог установил все законы реальности, и Бог в эту, в эту механику, которую он создал, и над которой он находится, творец создатель, он вставил в эту механику человека, в которого вошел же сам. И в этой механике есть одно только существо, которое подобно Богу, это человек. И вот Бог установил с человечеством такую, как игра. Он ему говорит, у тебя свобода выбора. Или ты понимаешь, что ты божественная сущность, и ты должен идти по моим законам, ты это я, и я установил законы, такие правила игры. Или же ты, у тебя есть, ты это я, и ты можешь придумывать свои законы. Но знаешь, что если ты идешь против Бога, то ты как будто бы плюешь против ветра. То есть ты не можешь переизменить реальность, которую я установил. Это Бог, он хозяин мира. Теперь что получается? Получается, что дальше был Авраам, Ицкак и Яков, которые именно они поднялись на связь с Богом совершенно нереального такого уровня. и от них пошел народ Израиля, которого Бог назвал народом священников. Он говорит, что вы были, вначале о вас как бы сотру, сотру ваше эго, знаете, как в компьютере, ты сносишь программное обеспечение. Это было в Египте в рабстве. Потом найти вам Тору, это новое программное обеспечение, новая прошивка, вот вам Тора. Потом вы заходите в измененное состояние сознания, это когда они проходили сквозь море, стали пророками. Увидели все, что это правда, потом они вернулись, но они не могли все равно, у них была их старая, как бы, знаете, как, вот на телефон старый ты пытаешься новую программу записать, а телефон пишет, не может, не получается. Вот это, вот этот телефон вот с этой программой не соединяется. Программа новая, телефон старый, не работает. Обновите свою модель телефона. Всевышний говорит, ладно, 40 лет в пустыне обновляем модель телефонов, значит, ман каждый день падает, вы, ну, представьте, 40 лет идет тренинг личностного роста, личного, ну, то есть, ты каждый день просыпаешься, у тебя ман, значит, ты в пустыне, никакого контакта с другими, у тебя Маша Робену все время проводит занятия, он сияет, у него, он просто поднимает вот это вот, у него такая была, закрывала ткань лицо, и у него свет вот такой идет. И они 40 лет тренировались, 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 потом зашли в землю Израиля, чтобы на ней соблюдать законы. И опять у них сносит вот этот вот, всю духовность, сносит, что? Животные инстинкты, которыми надо владеть. Вот у человека внутри постоянно вот эта война. Теперь связано все, что происходит в Израиле, очень сильно связано с духовностью. И работает это, помните, с чего это все началось? Все это началось с Яакова, который, сон Яакова, лестница в небо, лестница в небо, сон Яакова, и когда вот эта лестница в лестницу, у которой основание было на земле, а верхушка лестницы уходила в небо. И ангелы, прям можете проверить, там так написано, ангелы поднимались и опускались, поднимались и опускались. Так работает жизнь человека. То, что ты говоришь, или делаешь, ты создаешь влияние снизу, а Всевышний тебе на это отвечает влиянием сверху. Все. Как это работает? Изучаем Тору. Что надо делать? В Торе есть заповеди. Легкая эта работа, очень нелегкая, потому что у человека есть внутри животное, которое это делать не хочет. И именно на вот этой вот победе над этим животным и есть работа человека, в результате которой ты можешь заработать вечную жизнь. поэтому это относится к каждому из нас. Если будете идти по заветам Бога, то что? Будет все хорошо. Если не будете идти по заветам Бога, то что? Будет все плохо. Прямо конкретно это Бог пообещал. Теперь царь Соломон, 11 глава, Мишли, это практические советы, которые 3000 лет назад почти дал мудрейший из людей царь Соломон. И мы стараемся понять, запомнить и делать. То есть здесь он написал как соблюдать то, что Бог сказал соблюдать в Торе через Машера Бейну. Значит начинается 11 глава. Я буквально успеваю прочитать несколько отрывков. В каждой главе в среднем 30 отрывков. В каждой главе 30 отрывков. Всего в Мишли, в притчах царя Соломона 31 глава. Если каждый день изучать по одной главе, всем советую эту книгу заказать или через бот изучать. Есть в боте эта же книга в Телеграм боте. Значит давайте какой-то один практический совет. Так. Ну давайте. Второй отрывок 11 главы. Базадон Базадон Ваево Калон Вэтснуим Хахма Пришел Задон это высокомерие. Пришел Задон Ваево Калон и придет позор Вэтснуим а скромным скрытным Хахма Мудрость Божественная мудрость. Значит для того чтобы воспринимать мудрость надо быть скромным. Когда мой учитель говорил что Равьяков Баум что есть единственный тип ученика которого невозможно научить. Какого? Того который думает что он знает. И когда человек убирает вот это свое я знаю как в Талмуде вначале написано приучи свой язык говорить я не знаю. Даже то что тебе кажется что ты знаешь за тем что ты знаешь может быть еще 3-4 этажа того что ты не знаешь. Но когда ты сказал я знаю ты уже не хочешь дальше понять. То есть позиция должна быть учиться у каждого человека как сказано от каждого кто обучал меня я умудрился потому что твое свидетельство это царь Давид говорил твое свидетельство Бог говорила ко мне. то есть в каждом объеме каком-то информации с которым мы соприкасаемся есть глубина но как только я сказал я знаю я закрылся я знаю все ну знаешь знаешь все до свидания вот теперь значит скромным будет знание значит дальше четвертый отрывок четвертый отрывок значит четвертый отрывок такой очень тоже интересный лои он бьем евра не поможет имущество в день гнева уцдака татсиль мимавит значит тздака спасает от смерти вот человек копит 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 имущество копит 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 теперь оно не поможет ему когда Бог будет гневаться не сможет шли очень богатые люди в концлагерях умирали всеми семьями очень богатые люди у меня есть несколько знакомых у которых столько было недвижимости нереальное количество у них были вложены деньги в какие-то совхозы колхозы земли и так далее война сейчас началась все они сидят без копейки денег не знают что с этим делать то есть когда у человека есть имущество оно его не спасает в день когда Бог гневается от тздака милосердия оно спасает от смерти то есть получается что когда тздака это заповедь когда ты даешь помогаешь и вкладываешь в духовность в божественные заповеди тздака есть законы тздаки вот есть кстати кто спрашивал есть уже видео урок про тздаку который я делал если эта тема действительно эта тема всех интересует потому что тздака это очень прямое такое вот прямое понятное действие когда ты берешь Бог тебе дал что-то да дай ему Богу из его же потому что ты и все что у тебя есть его и это самая простая такая штука когда ты берешь из своих денег и ты вкладываешь именно даешь потому что Бог сказал давать тздаку тздака десяти намасер очень прямое понятное выражение веры и как это правильно делать действительно надо разбираться потому что написано в пятом отрывке в пятом отрывке написано так тздака простого такого бесхитростного человека она выпрямляет его путь она выпрямляет его путь уберишато и поля раша и в злодействии его упадет злодей значит простой человек он думает так лучше он просто дает помогает и без всяких таких вот особых уравнений что делает злодей злодей он пытается сам лично обезопасить себя то есть злодей он же на бога не полагается а на кого он полагается на себя и он делает охраны переохраны двойников там всякие он делает ухищрения только чтобы спасти себя то есть если он злодей ему страшно ему постоянно страшно все злодеи мафиози там какие-то маньяки они же все время они в диком вообще в паранойи живут да они делают вид что они смелые но они живут как в банке с пауками другие злодеи они все время хотят убить их помощники хотят убить милиция их хочет убить родственники тех кого они делают зло хотят их убить то есть быть злодеем это очень опасное дело и написано здесь царь Самон предупреждает что упадет злодей в своем злодействе по любому он упадет дальше шестое давайте на шестом мы остановимся отрывки цдака прямодушных спасет их вероломные будут уловлены беззаконием своих идет эта же мысль она развивается значит прямые люди они по простому всевышний даст Бог день даст Бог пищу значит я делаю добро мне люди дают за это деньги и приношу пользу все честно должно быть все очень честный обмен между тем что я дал все должны быть довольны вин вин как сказал Стивен Кови да из современных таких психологов и значит вот это еще плюс я помогаю тем кому кто нуждается в помощи вообще идеально то есть мера за меру я создаю предпосылку чтобы Всевышний во всех сомнительных знаете как есть есть день вот есть день это белое да то есть это свет от восхода солнца до заката солнца это день теперь есть ночь от выхода звезд до до первой зари это ночь то есть тут понятно темно а вот что делать со временем когда уже заря начинает расцветать но еще нет солнца еще не вышел первый луч солнца и что делать со временем когда солнце зашло но еще звезды не вышли еще сумерти это две сомнительных плоскости то же самое у каждого из нас в жизни есть день мы делаем любой человек даже злодеи ну если они не самые законченные они иногда делают добро вот делает человек тут добро там добро тут на урок торрес ходил там на урок торрес ходил тут сделал заповедь там кому-то помог вроде бы белый ну не вроде бы а точно белое Бог знает сердца у него душа в этот момент хочет делать добро действительно есть злодеи которые делают параллельно какое-то добро теперь есть эти же злодеи делают зло, и обычный человек тоже тут он этого обидел, того оскорбил у того там не додал у того забрал сделал человек зло, это явное зло за это положено наказание теперь, а есть сумерки когда непонятно, то есть это добро или недобро, просидел два часа просмотрел сериал, это зло не зло, это добро не добро, просто два часа ты убил жизни своей сумерки теперь дзнака написана, она спасает вот в эти моменты, то есть дзнака это такая заповедь, когда ты создаешь не просто добро а когда ты включаешь прямо включаешь источник добра потому что особенно если ты человеку помог найти работу, особенно если ты человеку помог начать учить Тору и разобраться что такое добро и зло, и он начал сам делать добро если ты взял злодей и сделал, чтобы он раскаялся и он начал делать добро то все, ты создал источник добра ты как родник открыл ты как создал скважину нефти, которая дает тебе энергию, тебе и миру дает духовную энергию вот, поэтому злодей это важнейшая заповедь и нужно искать способы, как улучшить окружающий мир и мы готовы вместе с вами быть партнерами, давайте вместе распространять знания Тора потому что отход от Торы как Бог сказал если не будете слушать меня, Он сказал и не будете соблюдать отсюда мы видим что все начинается с того что люди перестают изучать Тору перестают узнавать что Бог от них хочет и конечно потом они не делают потом дальше идет если они не делают они начинают ненавидеть тех, кто делает потому что те, кто делают это для них упрек дальше они начинают презирать всю Тору чтобы себе доказать что это неправда и дальше они отрицают бога вот это вот путь как люди отходят все дальше дальше от бога и наоборот начинаешь изучать начинаешь соблюдать начинаешь соблюдать начинаешь учиться у тех кто соблюдает больше начинаешь уважать праведников и таким образом ты все ближе ближе поднимаешься к богу все удачи успехов чтобы всевышний нам дал силы на правильном пути И чтобы все те, кто хотят слышать Слово Всевышнего, узнавать, что Бог хочет, изучают Святые Писания, книги Пророк тянутся, просят у Всевышнего, молиться надо, что открой мне, что ты от меня хочешь, пожалуйста, я хочу соблюдать, хочу по максимуму делать добро и понять, что мне делать, как, где, в какой ситуации, чтобы Всевышний дал вам всем благословение огромное, огромное, огромное во всех хороших делах, как сказал царь Соломон, на всех своих путях познавая Бога. И Он выпрямит твои дорожки, чтобы Бог выпрямил ваши дорожки, чтобы были все решения правильные, чтобы было благополучие финансовое, благополучие духовное, эмоциональное, здоровье, чтобы все, что вам надо в здоровье, чтобы Всевышний вам открыл, прям вот просто ответил на вашу молитву, ладно, найти здоровье, но помни, что здоровье тебе для чего? Для того, чтобы ты еще больше делал добра в этом мире, чтобы ты больше выполнял заповеди и помогал другим людям. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, до завтра.